С начала суток более 60 боестолкновений, Генштаб рассказал о ситуации на фронте. С начала текущих суток, 29 мая, общее количество боевых столкновений возросло до 60. Наибольшее количество столкновений на Покровском направлении, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Facebook страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в СУ, общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас возросло до 60. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении, пишет Генштаб. Ситуация на направлениях. На Харьковском направлении враг проводит атаки от Мурома в сторону села Старица. В частности боестолкновения продолжаются в районе Волчанска. Общее количество столкновений составляет 5. На Купянском направлении уже состоялось 11 боев. В течение дня было уничтожено 22 оккупантов и танк. Еще продолжается три боестолкновения. На Лиманском направлении враг совершил два безуспешных штурма. На этот раз на территориях Серебрянского лесничества, на Краматорском направлении россияне атаковали в районах микрорайона Новый возле Часового Яра, а также села Ивановское. Получили отпор. На Покровском направлении состоялось 5 боевых столкновений. С начала суток их общее количество уже 19. Россияне сосредоточили атаки в районах Новоселовки-1, Новоалександровки и Сокола. Активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб, за сегодня использовал уже 18 кабов в ходе 7 авиаударов вблизи Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки, добавляет Генштаб. На Приднепровском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции сил обороны в районе Крынок. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. Ситуация контролируемая – наступление России. С начала мая враг начал наступление на севере Харьковской области. Из-за отсутствия успеха россияне пытаются расширить линию боевых действий. Как писал Институт изучения войны, АСВ, нашим бойцам удалось достичь успеха во время контрнаступательных действий в Харьковской области. Предыдущую сводку Генштаба можно почитать по ссылке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Продолжение следует...